Этот год мы уже начали с новым правительством, с новым составом российского правительства. Запущен целый ряд изменений в основной закон нашей страны, в Конституцию. Среди инноваций этого года и новые законотворческие инициативы в системе здравоохранения и образования. Решение демографических проблем, увеличение денежных вливаний в регионы в рамках национальных проектов. Эти и другие ключевые моменты послания президента Федеральному собранию стали темой выездного рабочего заседания, участники которого – председатель областного законодательного собрания Евгений Лебедев и представители органов местного самоуправления и 16 муниципалитетов региона. Инициатором встречи стал депутат Государственной Думы Российской Федерации Артем Кавинов, который дал не только подробные разъяснения по всем предложениям президента, но и депутатскую оценку всего происходящего. На мой взгляд, те инициативы, с которыми вышел президент, те истории, наши уже внутренние региональные, поддерживающие это, о которых говорит губернатор, это такой очень серьезный фундамент, совершенно новая история. И я рад, что мы в том числе участвуем в этом, можно сказать, строительстве, государственном строительстве. Размер выплаты тоже увеличился. Собственно говоря, он равен величине прожиточного минимума на ребенка за второй квартал предшествующего года. В этом году, при обращении в этом году, это 10 658 рублей. Теме новых социальных выплат семьям с детьми и, в частности, механизму их осуществления, на совещании было уделено особое внимание. Сейчас на федеральном уровне готовятся нормативные документы, а прием заявлений будет проходить с июля по декабрь. Еще одна важная тема – реализация национальных проектов в районах региона, в том числе и городецком. В 2020-м в проекте «Комплексное развитие сельских территорий» участвует Смольковский сельсовет. В рамках этого проекта будет капитально отремонтирована школа, детский сад, построены газопроводы высокого и низкого давления на общую сумму 37 миллионов рублей. Но не только этим мы ограничимся в 2020 году по данной программе. Это будет проектирование дорог, четыре муниципальные дороги с последующим строительством уже в 2021 году. Также своими планами поделились представители других районов. В целом, по оценке участников, особенно ценно то, что можно было обменяться мнениями по всем проблемным вопросам, касающимся развития территорий. Продолжение следует...